Вы слушаете канал жаж.клаб. Мистические рассказы. Фотография. Вот сколько я тебе говорю, Саша, укладывай вещи аккуратней, приговаривала Дарья Андреевна, помогая сыну собирать чемодан, дорога не близко, все-таки за океан летишь. Фирма, где работал менеджером Александр, заключила контракт с одной американской компанией, и его командировали в Бостон на 4 дня. Мама не находила себе места, перегладила два раза все рубашки сына, пересмотрела в интернете все достопримечательности Бостона и купила ему новый галстук. Восемь часов лететь и всего 4 дня в Бостоне, возмущалась Дарья Андреевна. Что ты там увидишь за это время? Мама, я работать туда еду, а недостопримечательности смотреть, обязательно посмотри Капитолий, настаивала мама. Хорошо, посмотрю, смеялся Александр. Я в молодости была в Бостоне, ностальгически вздохнула Дарья Андреевна, тогда не просто было съездить за границу, правда. Ты мне не говорила, может, жену хоть там найдешь, неожиданно жалобно проговорила Дарья Андреевна, сменив тему, ведь тебе уже 35 лет, а у меня еще внуков нет, мама. Ну, опять ты за свое. Давай чемодан, я пошел, а то на самолет опоздаю. Звездочка, звездочка, звездочка. Разместившись в гостинице, Александр решил прогуляться по городу. Ему нужно было явиться в филиал компании, с которой у них был заключен контракт, только на следующее утро, и у него было полдня свободного времени, нет, мама, подумал он, Капитолий это, пожалуй, слишком. Пойду-ка я лучше чего-нибудь выпью. Он зашел в первый попавшийся бар и расположился за столиком у окна. Ожидая официантку, стал разглядывать посетителей. За соседним столиком щебетали две девчонки, которым на вид было лет по 20. Александр прислушался. Да ведь они по-русски говорят. Да чего же тесен мир. Тут девчонки увидели, что он усмехается, глядя на них, и захихикали, перешептываясь, привет, девушки, сказал он, чтобы посмотреть на их реакцию. Девчонки, действительно, удивились. Но после необходимых обменов любезностями даже попросили их сфотографировать, протянув ему свои телефоны. Он их пощелкал немного, и с бокалом мартини, и в обнимку, а теперь давайте и вы с нами, сказала одна из них, на память о встрече, почему бы и нет. Только давайте на мой телефон. Он сфотографировался сначала с одной девушкой, потом с другой. Девчонки, наигравшись с телефонами, продолжили свое хихиканье, разглядывая прохожих из окна, Александр решил мельком взглянуть на фотографа. Продолжение читайте на сайте жаж.клаб.